Торжественное, но немноголюдное возложение цветов. Такой день памяти в пандемию. Сотрудники Росгвардии чтят имена трех героев. Ярославских ОМОНовцев. Александра Селезнева, Игоря Серова и Сергея Сниткина. Все они погибли в сентябре 99-го на Северном Кавказе. Мы отбивали атаку боевиков. Самое главное, что мы не дали им пройти и зайти к нам в тыл. Выставили, выдержали, соответственно, ценой жизни. И Сергея Сниткина. Он был вторым номером пулемета. Первым номером был Александр Селезнев из села Тунош на Ярославской области. До войны он служил в пограничных войсках. Это вот он в армии. Это в Ребалах, в Карелии. Вернувшись из армии, занимал руководящие должности в милиции. Ездил в командировки в горячие точки. О пережитом не рассказывал даже родителям. Эти кадры мы снимаем в 50-го на море. На полный садик. Месяц назад у меня родилась дочка, которая даже не есть. Сегодня я хочу уйти за то, чтобы наши дети, дети, кто находятся со мной здесь, не ходили в такие садики. Мне не надо что-то так. Из третьей поездки уже в Дагестан Селезнев не вернулся. Эту командировку вообще-то он и не должен был ехать. Потому что он уже поступил в школу милиции. Он был зачислен уже в московскую школу милиции и должен был ехать на учебу. Но дело в том, что уезжал его взвод. Его подразделение. Он был командиром подразделения. Как так? Ребята едут, а я не поеду. Я не могу. Я не могу их бросить. Я не могу их оставить. Если бы не Саня, там бы половина бы не вылил. Он уже, ну как, просто человек знал, на что он идет. Просто, ну, ну как сказать. Пошел уже, он Саня, мы кричим, Саня, Саня, уйди. Все, выстреливай, ну уйди ты. Да, вот выходил, как спокойно, так от руки стрелял. Там головы-то поднять невозможно. А он уже все. Потом передержал. Перезаряжал обратно. Сохранение исторической памяти о таких событиях и личностях – долг каждого поколения. С обращением к жителям области выступил губернатор Дмитрий Миронов. В тысячелетней истории страны было немало войн, но мы находим ответ на любой вызов. Наша главная сила в людях, в их мужестве, стойкости и непоколебимости. Ярославцы всегда были надежной опорой для России. Только за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены 213 человек, связанных с судьбами с Ярославской областью. Наш долг – чтить и помнить наших героев. Но важно гордиться и нашими современниками, теми, кто с честью несет службу, приходит на помощь другим в сложной ситуации, борется за жизни. Уважение к таким людям, восхищение их поступком должны связать разные поколения. Память о Героях Отечества остается навсегда. В этот день мы благодарим тех, кто совершил подвиг во имя нашей Родины. Иван Савинов и Алена Стецук, Константин Дмитриев. День в событиях.